Кабуки Каждое движение оточено и выверено годами. Любая смена выражения лица отрепетирована тысячи раз. Театр Кабуки уже 4 века. А все роли в нем до сих пор исполняют мужчины, все так же облачаясь в традиционные шелковые кимоно, парики и нанося сложнейший белый грим. На гастроли настоящий Кабуки выезжает крайне редко. Уж очень сложно организаторам соблюдать особенности японского театрального протокола. Но, как известно, для Чеховского фестиваля нет ничего невозможного. Мы давно занимаемся театром Японии и поэтому для нас Кабуки имеет как бы такое естественное желание показать на нынешнем этапе с новым составом актеров в новом их состоянии для новой публики. Предстоящие гастроли театра Кабуки в России пятые за всю историю. Когда-то непревзойденным мастерством японских артистов восхищался Станиславский и Единштейн. Ну а первый раз Кабуки посетил столицу аж 90 лет назад, в 1928-м. В честь этой памятной даты ведущие актеры театра даже заговорили на русском. Дорогие друзья в России, здравствуйте! Я актер театра Кабуки Накамура Ганзиро. Накамура Ганзиро четвертый, как и большинство звезд театра Кабуки, из древнейшей актерской династии. Его отец когда-то основал свою уникальную труппу, после чего получил звание живого национального достояния. Любопытно, что в одной из самых знаменитых своих постановок «Самоубийство влюбленных в сын Эдзаки» отец Ганзиро вплоть до 70-летия играл юную куртизанку, а его сын – юношу, страдающего от любви к ней. Тот спектакль хорошо помнит и нынешний посол Японии в России. Во время гастролей Кабуки в Москве 15 лет назад его поразила реакция наших зрителей. Рядом со мной сидели, ну, пожирая, симпатичная русская женщина. И она к концу этого спектакля, очень эмоциональный момент, начали чихать, чихонько, фрагать. Ну, тогда я понял, вот это Кабуки, взяли на душу русскую. На этот раз зрители Московского театра Моссовета и питерского БДТ смогут увидеть сразу два спектакля Кабуки. Драму о бедном заикающемся художнике, в которой любовь мужа и жены способна на волшебство. И танцевальную пьесу о путешествии за чудесами природы. Гастроли театра Кабуки в Москве пройдут в сентябре. Билеты уже в продаже. Кристина Левиева, Татьяна Бодрова, Игорь Агафонов. Первый канал. Спасибо. Продолжение следует...